привет друзья а что вы там делаете а я вам посмотрите что делаю как только меня алина подсюкова похвалила там сказала вот эта картина там прямо соткана из света да 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 посмотрите какая картина была у меня велосипедист ангел велосипедист или посланец мира то или назвать ее можно будет посланец мира доброты и вот когда похвалят вас крылья растут правда сотканы и света я поэтому взял картину который у меня цветы были цветы и цветы хорошие такие цветы но там не было сотканности и света но цветы умеет мой сын олен хорошо рисовать пусть он нарисует я взял эти цветы и как начал от этого состояния творческого вдохновения рисовать его то делаю там грибок нашел ну посмотрим мы же все вместе там комменты мне напишите сделаем коллективный разум и сделаем ее прямо сотканного и света потому что свет в глазах смотрящего а для этого надо быть состояние гармонии а для этого надо хорошо высыпаться это первое условие во вторых без страха за ошибку а этому будет посвящен наш ликбез да мы там напишем когда это будет или в 20 часов или в 21 час и там выходите в зум задавайте вопросы как же нам работать так чтобы любой вопрос который мы решаем мы могли быть свободными в этот момент страха за ошибку сейчас это состояние иногда называют но это было раньше было 50 грамм для храбрости а что там происходило снималось лишнее напряжение если ты не выспался как следует ты спотыкаешься потому что у тебя не хватает энергии для того чтобы переносить высокие напряжение нервно психического состояния когда ты ищешь неординарное решение и ты зависаешь зацикливаешься и сопровождается когда эмоциями страхом за ошибку когда ты слишком трезвый да поэтому раньше пели и артисты и художники чтобы снять эту излишнюю зажатость мы сейчас предлагаем снимать нервномышленные зажимы и освобождать эту энергию которая в них запаковано потому что мы обычно делаем не то что мы хотим а то что нам надо и тогда мы все время живем не в своей роли не своей как говорят сегодня матрицы тогда и вот оказывается чтобы делать шедевры а мне там пишут вот это вот картина велосипедист ангел велосипедиста это шедевр действительно он прямо сотканное свету я тоже это заметил и как же мне теперь такие картины рисовать и такие контенты вам давать и учить кто этого хочет тоже и писать стихи и рисовать и танцевать их но вы же помните когда вы в потоке вы без страха за ошибку природа сама вам подсказывает что и как надо делать и это есть и нирвана которая сопровождает отсутствием эго момент ваших действий ваших мыслей отсутствие эго вот этой постоянной саморефлексии вот этого эмоционального сопровождения мыслительного потока который чик сент михаи назвал поток но я вам там покажу технику которая очень быстро приводит любого человека к этому потоку в любом деле хоть над проектом ты думаешь хоть перед выступлением хоть перед свиданием настраиваешься то мы там поговорим на ликбезе как все дело без страха за ошибку но в то же самое время не перегибать палку потому что вы знаете больше пятидесяти грамм если вы выпьете там так крылья растут что тебе уже все нипочем и ты можешь такое поэтому на все время держит в культуре в культуре почему например нельзя матом ругаться вы задумывались над этим почему нельзя матом ругать почему в культуре нельзя это потому что многовековая культура профильтровала что ругивание матом это очень короткое выражение эмоции если лежит человека этого ресурса он обесточивается и поэтому запрещают чтобы у него ресурс сохранялся поэтому он только когда каких-то моментах очень острых чашка упала или что-то случилось он говорит ах елки-палкин да йоханны бабай да но вы понимаете почему потому что раньше мат этот мат это наш был древний протоязык на котором говорили пещерные люди постепенно язык совершенствуется становится культурным но когда вы деградируете эмоционально то есть когда у вас такой стресс от неожиданности то в этот момент это невольно вылетает потому что вы падаете на тот древний уровень вот поэтому и запрещено матом говорить чтобы сохранить вам этот ресурс не будет у вас этого ресурса что вы будете делать когда у вас но это тот потенциал который надо держать как говорится в закрытом виде чтобы он вам придавал возможность развиваться вот как происходит эволюционное развитие сознания и общения и так дальше выспаться почему потому что пожалуйста запомните мозг человека мозг творца он творческий он всегда пытается иметь достаточной энергии чтобы не зависать когда вы думаете над какими-то сложными проблемами а то компьютер зависаете надо перезагружаться и вот эту роль перезагрузки вот эту роль разгрузки перезагрузки через нулевое состояние которое протекает очень быстро на высоком алгоритме биоритмов мозга и так далее так далее чтобы не зацеплялась поэтому люди раньше пили 50 грамм для храбрости а сейчас это называется знаете как вот это рисование или вот это поточное мышление она называется медитативно вот как она самые разные вещи я сейчас связал в единых пазлах чтобы была понятная картинка медитативность это что такое это когда вы хорошо выспались но при этом вы работаете как бы в полу сне это же секрет автописьма это секрет автописьма потому что когда вы полностью оттуда вышли из этого сна вы уже обретаете ответственность страх за ошибку поэтому уже вы вышли из этих рамок поэтому автописьма рекомендовалось когда вы только проснулись описать все что в голову придет и вы пишете пишите на автомате так это же и секрет психоанализа когда наведет психолог или психотерапевт на больную точку в душе вы выговариваетесь 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 и там идет поточное мышление то же самое поток где отсутствует его а только проблема вас волнует и вы ее выговариваете ты сама рефлексии и когда между словами нет большого расстояния это и приводит к освобождению почему наши 50 грамм для храбрости внутри нас есть в виде эндорфина подобных веществ можно поставить занимаясь работой свою голову под этот алгоритм гармонизации вы проверьте сами у себя но только два условия хорошо выспитесь а потом когда вы проснулись еще не полностью займитесь творческой деятельностью вы вдруг увидите что в этом открываете такое что не могли открыть до этого потому что пока вы не выспитесь ваш мозг творца все время занят выживанием он пытается накопить энергию потому что повторюсь для творчества необходимы высокие напряжения а там если вы не выспались вы там спотыкаетесь короче говоря у нас будет ликбез и мы все потом после ликбеза будем смотреть на мир а свет в глазах смотрящего и будем создавать шедевры в любого гостя хоть спорте хоть соревнования хоть на совещаниях мы будем находить неординарные решения я думаю я понятно все рассказал если нет задавайте вопросы пишите комменты у нас уже в школе человек будущего homo futur 65 тысяч подписчиков позавчера стало я вас поздравляю друзья это ваша заслуга не только моя и поэтому чем больше вы делитесь а сейчас надо бесплатным ликбезом делиться со всеми с кем только можно потому что все в этом полосе в какой-то некоторые невезучести потому что у нас валится неопределенность а я помогу вам потому что я специалист именно поэтому как работать условиях неопределенности до встречи друзья